Девчонки, всем доброго дня! Это мы в центре Хельсинки и мы хотим покататься на вот этом колесе обозрения. Это время его работы. И билет стоит 14 евро и он делает на одного человека. И он делает три круга. Сейчас покажу. Видите, такие солнцезащитные стеночки. Мы взяли водичку и сейчас мы будем кататься. У нас сегодня день прогулки. Так, ну что? Мы в этом, как это сказать, в кабинке. Видите, такая она вся тонированная, хорошая вентиляция, кондиционирование, там все есть. И мы сейчас потихоньку двигаемся. То есть обычно идет первый круг так плавненько. На втором круге поднимается и в самой высокой точке останавливается. и вот в этот момент так это жим-жим чувствуешь. Так, извиняюсь, это я камеру себе на колени положила. И третий раз довольно быстренько прокручивается, чтобы можно было закрепить, скажем так, все, что вы смотрели. Оно небольшое колесо. У нас достаточно больше, значительно больше. Ну вот решили посмотреть обзор. Видите, не очень так все видно, потому что тонированные стенки, конечно, никак не открыть. Но вот соборы видны. Вот там еще какое-то колесо обозрения в другой части Хельсинки. Это находится прямо в самом центре, на котором мы катаемся. Значит, и тут же всякие кораблики отходят, на котором мы уже катались. И сегодня планируем также покататься. Так, ну давайте посмотрим. Здесь стройка. Всегда в центре Хельсинки очень активно застраивается центр, набережная вся. Современными зданиями очень такой хорошей архитектуры. Ну, в общем-то, мы прокатились, и теперь мы хотим съездить в Свяборг. Свяборг – это вот проходик, и билет стоит 3,10. Билет как на обычный общественный транспорт. И можно, по-моему, 80 минут. Вот отсюда мы видим колесо, и там есть одна такая бочка, это сауна, а другая – люксовая кабина. Ну вот мы тут сидим. Рудольф желает всем приятной прогулки. Мы поехали. И паром идет, ну это вот кораблик, да, он идет, наверное, как обычный транспорт, то есть работает как трамвай, троллейбус, то есть обычный билет. Вы можете съездить туда-обратно, он идет минут 15 на этот остров, и мы хотим там немножечко погулять. Также идут паромы, как видите. Ну, может быть, это из Сталина, а может быть, этот паром из, по-моему, это Киролайн. Я не вот туда ударение ставлю, Экеролайн правильно говорит, то есть на первую букву. А может быть и что-то другое, потому что, в принципе, уже практически вечер, и с нами, видите, опять бакланчик плывет. Вот, можно сидеть внизу, можно сидеть наверху, и на Свяброге люди живут, кто-то работает, и, в принципе, каждые полчаса он, по-моему, каждые полчаса он ездит. Точнее, он приплывает и уплывает, приплывает, уплывает, и следующий вот так идет. В общем, это обычный общественный транспорт. И мы решили съездить на этот остров и посмотреть. Немножко, думаю, успеем оббежать, так как уже мы к вечеру ездили, думали, что мы, наверное, на нем погуляем, возможно, и успеем на последний, обратно на последний паромчик. Вот там, видите, сауна. Это сауна, там реальная сауна. Так, это православный сапор. Так, ну что, вот паром нам навстречу идет. Давайте посмотрим, как он называется. Он идет как раз сюда, на парковку. И мы с ним, это викинг, да, викинг-лайн. Это идет из Сталина. Да, девочки, кто в Финляндии живет, напишите мне, откуда идет этот паром. Насколько я помню, вроде бы, да, это из Сталина. Наверху вот там, вот, видите, люди отдыхают. Вот тут вот как раз вот каюты. На Экер-лайне как раз тоже там каюты были расположены. Некоторые с окнами, некоторые нет. Вот такие высотки есть. Единственные, по-моему, высотки. Такие большие достаточно в Хельсинки. Но мы в тот район не ездили. Вот на таких маленьких островах есть домики. На яхтах очень много плавают. Видите, вот разные-разные острова и всякие-всякие. Домики, крепости. Я уж не знаю, что это такое. Что-то частное. И вот сюда мы должны подплыть. Такой плавненько плывет себе, спокойненько. Это финский залив, по-моему, да, он довольно тихий, спокойненький такой. Вот люди одни выходят, другие заходят. Здесь много велосипедов оставляют. И мы сейчас пойдем по острову гулять. Мы хотели сходить в кафешечки посидеть, но уже вечер все кафе закрыты. И мы решили быстренько пробежаться по острову на другой конец. И успеть на последний паром, он через 40 минут обратно. Так, ну что? Или, по-моему, даже 20 минут идет. Ну, не буду врать, 15-20 минут идет вот этот маленький кораблик. Но он идет медленно, плавненько. И, в общем-то, наибольшую часть времени пришвартовывается и отшвартовывается. Собачками все гуляют. Вот я называю европесели. Это вот такие эсочки. Эсочки. А вон там эмочка размер. Даже элечка, да. Элечка размер собачка. А вот другая элечка лежит. Решила отдохнуть. Все ходят с собачками, все ездят. В общем-то, все путешествуют. Собачки на шлейках – это нормально. С собаками все очень социальные. Да, люблю собачек. Они все такие дружелюбные. А это мы… Библиотека местная какая-то. Она закрыта. Я не знаю, когда-то открывалась или нет. В общем, мне тут Рудольф проводит экскурсию, рассказывает. Но так как очень много шума, люди ходят. Поэтому я немножечко озвучиваю вам. Хотели мы сходить там в одно место, где можно переодеваться. Но опять же, это вечер. Уже все закрыто. И поэтому мы просто гуляем по улице. И кафешечки все закрыты. Там, кстати, есть магазин. Эс-маркет. Или к-маркет продуктовый. То есть можно даже купить продукты. Да, на острове. Представляете? Вот Рудольф свою рубашечку надел новенькую. С тиграми. С тигренками. Которую мы купили в Таллине. Так. Ну что? Вот такие какие-то кораблики тоже. Это обзорные экскурсии идут. Они огибают, все смотрят. В общем, все люди катаются летом. Как в Питере у нас есть экскурсии по Неве и по рекам и каналам. Также и в Хельсинки есть такие экскурсии. Мы ездили полностью по всей набережной. Вот эти утки, кстати, как это называется, фазаны. Они так тут живут. И по рекам и каналам мы пока не катались. У нас такая небольшая поездка. И когда у нас есть вечером возможность, мы гуляем. Смотрите, какой камень. Какая. Прямо из камней вот такая крепость сделана. Ну и вот такие вот проходы. Брусчатка на земле. Обратите внимание. Ходить, конечно, в каких-то шлепанцах. Многие ходят в шлепках. Вот еще один песель. Как-то он бочком всегда бежал. Как-то странный такой. Так. И вот по такой ходить, конечно, в шлепанцах. Многие ходят. Но тяжеловато. Мы в кроссовках. Нам удобно. И мы пошли гулять. Видите? Очень хотелось уйти на дальнюю часть острова. Мы дошли, но немножко не совсем до конца. Потому что нужно было возвращаться уже. Я покажу вам. Там очень много. Это вот эти, мне напоминает, да, Д'Артаньянов. Понимаете, крепости вот эти, да, мушкетеры. Там тыдык-дыдык на лошадках. Там Риги, по-моему, снимали. Но вот здесь очень похожее место. И тут, кстати, есть дома. Люди живут. Мы там поднялись по подъемчику. Там жили люди. Мы прошли, обошли, потому что это частная территория. И вот мы вышли с другой стороны. И как раз плывет паром. По-моему, вот сейчас как раз Экеролайн я и увижу. Экеролайн. Боже мой. Не туда всегда ударение ставлю. И люди сюда приезжают на пикники. Вот там с левой стороны сидят люди. Там фазаны тоже сидят. С корзинкой, с покрывалом сидят. Отдыхают и наслаждаются видами. Вот такие фазанчики. Целая куча. Они хотели, чтобы мы их покормили. Но у нас ничего с собой не было. Так что мы на них посмотрели. Вот там, кстати, в крепости окошко слева. И пошли. Вот вечерний, да, Экеролайн плывет. Это финский паром. Он идет утром в Таллин. А вечером возвращается обратно. Точнее, он ходит, по-моему, дважды. Еще дневной рейс есть. Но это был как раз утренний и вечерний. Вот он. Да. Мы ему помашем. Туристы с Таллина возвращаются. И теперь мы возвращаемся обратно. Немножечко другой дорогой. И знаете, где ты не пройди в Финляндии, всегда будут русские. Вот мы шли, и русские разговаривают. Причем они все думают, что никто не понимает, о чем они говорят. Обсуждают очень глубоко личные вопросы. А ты идешь сзади и даже рот открыть и что-то сказать очень неудобно. Потому что они поймут, им будет неловко. Так вот, хочу показать, откуда мы приплыли. Вот сюда. И мы прошли остров. Видите, он такой двойной остров. Вот примерно вот досюда мы до бухты дошли. Мы до конца чуть-чуть не успели дойти. Потому что боялись, что опоздаем на вот этот паромчик. Ну и теперь мы едем домой. В общем-то, видите, как темнеет довольно быстро. Опять же, Хельсинки. И опять же, краны. Потому что весь центральный Хельсинки активно, еще раз повторюсь, застраивается. И очень красивые такие новостройки современные, стильные. Это сауна плавучая. Вот такой вот прикол. Люди, да, берут в аренду, снимают и плывут. И опять же, вот эти высоточки. Представляете, оттуда какие панорамные виды открываются. Надо как-нибудь в тот райончик будет съездить и посмотреть на эти дома. Потому что как-то, по-моему, я их не видела. А может и видела. Вот и паром, который приплыл и который разгружается. Опять же, колесо, видите, и там собор на заднем плане. Все, мы плывем домой. Такое приятное солнышко, штиль. Конечно, все красиво, все приятно. Вот еще один паром. Очень много паромов идет. Много паромов идет с Таллина вечерний. Много паромов идет с других. Откуда ты еще? Вот так мы все сидим. Но это обычный, обычный совершенно транспорт. По цене обычного транспорта. 3,10 вы покупаете билет на любой транспорт. Будь то трамвай, не знаю метро или нет. Но вот автобус, еще что-то. Все, что ходит. В общем, наверное, и метро в том числе. Девчонки, кто живет в Хельсинки, скажите мне. То есть, как мне Рудольф пояснил, это обычный транспорт. Все, мы подплываем. И, в общем-то, сейчас мы хотим сходить в кафешечку, все-таки попить чаек. Вот здесь вот на набережной. Как раз все корабли, все путешествия, все экскурсии, куча бакланов. И вот тут рядышком есть кафешечка. Довольно симпатичная. Вот это мы сели. Вот. И такое приятное кафе с приятной какой-то французской музыкой даже. Вот прямо напротив. И мы заказали себе по пироженке. Чаек у меня вкусный, ароматный. Вот такой вот, видите, фруктовый. Рудольф заказал себе, по-моему, кофе с молоком. Да, капучино. И всем приятного аппетита, отличного настроения, прекрасной погоды, хорошего отдыха и, главное, здоровья. Целуюсь, встретимся завтра.